Эквивалентность, то что мы определим, то что очень часто у нас есть объекты, которые имеют разную природу, но мы их по тем или иным причинам не различаем. Когда мы используем категорный аппарат, можно устанавливать такую неразличимость в кавычках, ну неразличимость, так сказать, очень условно, построением изоморфизма между двумя категориями. То есть у нас есть функтор и обратный к нему. Тут такой простой пример, то что у нас изоморфными будут категории булевых алгебр и булевых колец. Ну про эквивалентность я потом скажу, это такая просто преамбула, потому что каждая булева алгебра является булевым кольцом и наоборот, поэтому вот эти две категории все-таки будут изоморфными. Но изоморфизм это слишком сильно и жестко, это не так уж и часто встречается, поэтому нас будет интересовать что-то более слабое между изоморфизмом, это эквивалентность. Ну все ли знают, что это такое, или тут можно напомнить? Ну то есть мы будем таким аппаратом пользоваться иногда, поэтому может быть пару определений, я думаю, стоит ввести. Потому что у нас категория C состоит из... Я просто могу напомнить, что такое категория, либо сразу начать с эквивалентности. Кому как. Едем, среди знакомых. А, хорошо. Вот я дам такое неформальное определение, то что у нас категория это просто совокупность объектов и преобразование между ними. Строго говоря, это категория состоит из класса объектов, опция, класса морфизмов. И морфизмы у нас обладают следующими, так сказать, условиями. То есть, что если у нас есть стрелка или морфизм из АВБ, то у нас есть композиция. Ну и также у нас у каждого объекта есть дождественные стрелочки. Пришлось начать из более далеких вещей, чем я планировал. Ну ладно. Ну и соответственно, дождественные стрелки у нас являются, так сказать, единицами по отношению к композиции. То есть у нас есть такая картинка, какой ужасный мел. А есть какой-нибудь другой мел? А вы его сломаете так. Надо сломать и написать слово. А, спасибо. То есть у нас есть стрелка F. Здесь у нас есть дождественная. И у нас имеет место следующее соотношение. Это у нас будет F. Если мы дождественную стрелку, берем композицию F с дождественной стрелкой, то у нас будет та же стрелка, которая была. Примеры категории — это категория всех множеств и функций между ними, категория векторных пространств над полем и линейных отображений, ну вот и так далее. Группы и гомоморфизмы групп. Да, и еще будут некоторые примеры, которые мы обсудим. Так сказать, с одной стороны, это линейные категории сказать, что композиция ассоциативная. Да, то есть у нас... Напишу алгебраически, ну вот рисуночек можете сами нарисовать на бумажке или, так сказать, воображение. Вот. Вот ассоциативность композиции. Функтор — это у нас преобразование категорий, которое согласовано с морфизмами. Композицию переводят в композицию, в тождественной стрелке переводят в тождественные стрелки. Что у нас там еще было? А, у нас есть еще то, что я говорил, то, что у нас называется эквивалентностью. Если у нас есть, например, функтор из C в D. Примеры эквивалентности будут в докладе, поэтому вот прямо сейчас примеры эквивалентности я давать не буду. У нас есть функторы... Такое, что у нас имеют место... Это пара функторов. Первый функтор F — он из C в D, второй в обратном направлении из D в C. Такое, что у нас имеют место следующие изоморфизмы. А пусть A у нас принадлежит... У нас будет объектом в C. Ну, тут тоже такое определение, не самое строгое. Просто, чтобы было понятно. То A у нас будет изоморфен... Чему? G от F A. А если у нас есть какой-то объект из D, A штрих, то A штрих у нас будет изоморфен наоборот в обратную сторону. То есть, более конкретные примеры... Да, A штрих. Вот более конкретные примеры эквивалентности. Но это как раз у нас является, так сказать, темой доклада. То есть, как я уже говорил, мы хотим устанавливать неразличимость между объектами разной природы, но изоморфизм категории — это слишком сильная штука, которая не так уж и часто встречается в реальной... А штрих, наверное, там. Да, спасибо. Конечно. Которая у нас не так уж и часто встречается в реальной жизни, но в реальной жизни эквивалентности встречаются куда чаще. Ну, и у нас есть дуальная эквивалентность или двойственность, если F и G — это то, что называется, контравариантные функторы, которые при переводе морфизмов меняют их направление. То есть, если у нас есть стрелка из А в Б, опять же, это не самые строгие определения, то F у нас будет переводить в F большой от F уже стрелку из FB в FA. И эквивалентности, и дуальные эквивалентности уже встречаются куда чаще. Как я уже сказал, нас будут интересовать дуальные эквивалентности между конкретными категориями. И дуальности тоже довольно распространены. Если кто-то из вас такой алгебраической геометрией займется, то есть такой известный пример дуальной эквивалентности, которую я не помню, кто именно ввел. У меня здесь три варианта. Это Клод Шевале, Жан-Пьер Сер и Гретен-Дик. По-моему, это Гретен-Дик скорее. Это как раз дуальная эквивалентность между коммутативными кольцами и афинными схемами. А в логике часто бывает такая ситуация, когда мы соотносим логическую, какую-то конкретную систему с классом специальных алгебр. Атопологическая дуальность здесь служит более или менее единообразным способом такого топологического описания алгебр, которые для логиков интерес представляют. И мы рассмотрим два примера такой дуальности. Это дуальность Стоуна, то есть топологическое представление булевых алгебр. А булева алгебра — это алгебры классической логики. И дуальность Исакия, которая представляет собой топологическую дуальность для алгебр Гейтинга. А алгебры Гейтинга — это, в свою очередь, алгебры интуиционистской логики. Ну вот тут сразу спрошу, тут много студентов, какие у вас есть представления о классической интуиционистской логике? Что мне нужно проговаривать, а что нет? Все. А, хорошо. Ну вот касаемо интуиционистской логики, план здесь такой. Сначала мы поговорим про бульвы алгебры и об их представлении, и о дуальности Стоуна, а между блоками с дуальностью Стоуна и с дуальностью Исааки краткий рассказ про интуиционистскую логику будет. Я готовился в предположении, что про классическую логику что-то люди знают. Но что мне пояснить именно про классическую логику? Сразу были логики, а люди, они спросили, были логики? Ну да, но вот у меня преамбулы начинаются с решеток и бульвы халки. Вот и дисклеймер, тут маленький доклад, очень вводный, тут будут формулироваться утверждения, но ни одно из них не будет полностью доказано. Это скорее рассказ о том, что вот смотрите, какие бывают штуки. И моя цель скорее донести основную идею. И если кому-то что-то понравится и кто-то что-то захочет почитать более детально, то я, наверное, что-нибудь сразу порекомендую. Во-первых, первое, что я хочу порекомендовать, это учебник, который, к сожалению, еще не дописан, но он уже выглядит довольно многообещающе. Это учебник по теории дуальности, который пишут сейчас Май Геркио и Сэм Ван Гол или Ван Гул. Да. Ну, это я с голландским произношением не очень дружу. Вот так она и называется. Есть еще классическая книжка, но она менее вводная. Это Питер Джонстон. Пространство стол на... Еще что-то хотел порекомендовать. Ну, в принципе, если я еще что-то вспомню, то я скажу попутно. А, кстати, ко всему этому делу нет кликера или... Ну, переключайте слайд. Ну, ладно. Для начала вспомним, или точнее определим более строго, что такое решетка. У нас есть то, что я написал аббревиатуры чум. Ну, вот. Все представляют, что такое чум. Это частично-упорядочное множество, на котором... Соотношением, которое у нас рефлексивно, антисимметрично и транзитивно. Частично-упорядочное множество мы называем решеткой, если у любых двух элементов есть точная нижняя и точная верхняя грани, которые мы обозначаем конъюнкцией, знаком конъюнкции и дизюнкцией. И при этом у нас порядок можно выразить через точную нижнюю грань, ну, или через точную нижнюю грань следующим образом. Я могу это выписать на память, так сказать. или B равно A или B. Тут будет несколько таких примерчиков, наглядных. Также у нас есть специальные разновидности решеток. Решетка у нас называется ограниченной, если у нас есть верхний и нижний элемент. Ну, наибольший и наименьший, да. То есть, такой, что, который находится в самом низу, ну, вот, такой, что любой другой элемент решетки будет больше, больше или равен, чем наименьший. и наибольший это тот, выше которого нет. Соответственно. Наибольший все равно. Да, 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 спасибо. Решетка называется, помимо всего прочего, дистрибутивной, если у нас выполняются следующие равенства для любых трех элементов. То есть, алгебраически это означает, что конъюнкцию мы можем проносить через дизъюнкцию и наоборот. Ну, вот, у меня как раз будут примеры, важные примеры недистрибутивных решеток, но перед тем, как мы перейдем к примерам, мы еще поговорим, какие, какими свойствами обладают наши решеточные операции. Вот, конъюнкция и дизъюнкция, или верхняя грань и нижняя грань точная обладают следующими свойствами. Вот, я в целях экономии места на слайде написал вот так вот очень, не очень хорошо, но через запятую, но вот эту запись через запятую можно расшифровать следующим образом. Ну, и с верхними гранями аналогично. Это означает, что если у нас есть верхняя грань двух элементов, нижняя грань двух элементов, то она не превосходит каждый из операндов и в обратную сторону для верхних граней. Вот. Второе свойство говорит то, что если у нас есть какой-то элемент С, который меньше или равен каких-то двух, то он меньше или равен их нижней грани. нижней грань, а второе свойство говорит, что это точная грань. Да, да. И аналогично с дизюнкцией, что дизюнкция это нижняя грань, а второе свойство это точная нижняя грань. Если говорить об алгебраических свойствах, то они у нас выглядят следующим образом. Обе так сказать грани у нас идемпотентная, нижняя грань, точная нижняя грань, элемент с ним самим это он и есть, аналогично с точной верхней гранью. Точная верхняя грань и точная нижняя грань у нас ассоциативная, коммутативная. И последнее свойство это свойство, которое называется свойством поглощения. И последние два равенства у нас имеют место в случае ограниченных решеток, когда у нас есть наибольшие и наименьшие элементы. Данное свойство говорит, что верхний элемент у нас является единицей или нейтральным элементом по отношению к точной нижней грани дно нашей решетки. Чтобы не говорить точно, наибольший элемент я буду говорить более кратко, дно, в переводе с английского это дно. И дно является нейтральным элементом для точной верхней грани. Самый простой пример решетки, который сразу может прийти на ум, это натуральные числа с отношением меньше или равно, в котором верхняя и нижняя грани точная у нас задаются через минимум и максимум. Второй простой пример, который приходит на ум, это если у нас есть множество, то множество его подмножеств тоже будет образовывать ограниченную дистрибутивную решетку, в котором верхняя и нижняя грань у нас задается через объединение и пересечение. Еще есть несколько примеров решеток, которые можно нарисовать с помощью диаграмм Хаса. Это такая грубо говоря визуализация решетки с помощью ориентированного графа, в котором наличие ребра, в котором обозначает, что элемент находится в отношении. Вот простой пример такой. Это такая простенькая решетка, которая представляет собой произведение двухэлементной решетки самим собой, в котором порядок определяется одноэлементно. И еще есть два примера решеток, которые я нарисую, и с которым с этими двумя примерами связан кредерий дистрибутивности решетки. У нас есть такая пятиэлементная решетка и такой пятиугольник. Такое упражнение для слушателей показать, что эти решетки недистрибутивны. Насколько я помню, это называется то ли M5, кажется, вот это упс, ладно, и вот этот называется N5. Не помню точно название. А, да, ошибочка вышла. И почему этот пример важный? Тут имеет место такой критерий дистрибутивности решетки, который говорит, что у нас решетка дистрибутивна тогда и только тогда, когда ни одна из ее подрешеток не изоморфна либо там M3 или M5. нет. А, да, вот так. да так будет вот спасибо так наверно будет получше вот если у нас есть 2 если у нас есть алгебраические структуры то довольно естественно задаться вопросом о том как их отображать и гоморфизм решеток это такое отображение которое согласовано сверху с точными верхними и нижними гранями вот есть вообще эти индексы у операции можно опускать но я их написал подчеркиваю что эта операция у нас в l1 вот эта операция у нас в l2 очень часто эти операции пишется без индексов но так сказать понимая по контексту где у нас какая решетка но если быть пуристами то эти индексы надо писать подчеркиваю что это операции в разных так сказать структурах если у нас есть ограниченные решетки то гоморфизм ограниченных решеток это гоморфизм который уже согласован с верхними и нижними элементами следующее понятие который тоже у нас будет довольно важным это такой фильтр в решетках то есть это такое подмножество решетки которые замкнута вверх вот это свойство называется замкнутом вверх если у нас есть в этом множестве элемент и элемент который его выше и и следующий элемент тоже принадлежит нашему подмножеству то мы говорим что он замкнут вверх также он замкнут относительно нижних граней и мы тут сразу будем так сказать вообще говорят фильтр и собственный фильтр который не совпадает со всей решеткой но мы уже сразу на уровне определения требуем что это собственное подмножество потому что если фильтр у нас со всей решеткой совпадает то там в принципе ничего интересного здесь нет вот тут есть разновидности фильтров но у нас есть две разновидности фильтров которые нас будут интересовать это простой фильтр фильтр называется простым в том случае когда если у нас есть наибольший элемент точная верхняя грань пардон то это означает что хотя бы один из элементов нашей точной верхней грани данному фильту принадлежит а фильтр называется максимальным если его грубо говоря некуда расширять что если у нас есть еще какой-то фильтр называется максимальным штрих это еще какой-то фильтр то тот факт что f включается в ф штрих влечет 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 равенство этих фильтров ну как множество дальше мы вот к фильтрам мы еще будем обращаться когда перейдем к пространством стоуна и прочим делам а 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 вот и теперь мы ну да вот теперь мы уже наконец-то подошли к булевым алгебрам это первая разновидность так сказать дистрибутивных решеток которая нас будет интересовать у нас есть ограниченная дистрибутивная решетка и b у нас будет булевый алгебра если у нас есть унарная операция которую я по аналогии с логикой обозначают чергой который у нас удовлетворяет следующими свойствами то что а его дополнение дает нам но и дополнение а с точная верхняя грань а и его дополнение дает нам наибольший элемент но гоморфизм булевых алгебр это просто гоморфизм ограниченных дистрибутивных решеток который при этом коммутирует с отрицанием или с дополнением и теперь мы как я уже хотим поговорить о том как мы представляем сначала булевые алгебры и для наглядности я решил я решил рассказать два случая очень так на пальцах потом как мы представляем конечная булевая алгебра и потом как мы это обобщаем для для того чтобы хорошо разобраться с конечными булевыми алгебрами нам надо понять что такое атом в булевой алгебре да 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 то есть до этого у нас множество всех подмножеств были как пример ограниченной дистрибутивной решетки где у нас точная верхней точно нижняя грани задавались объединением и пересечением вроде в правильном порядке их назвал все множество это наибольший элемент наименьший элемент это пустое множество а дополнение множеств это соответственно наше отрицание вот они 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 получаются деморган и двойное отрицание как раз получаются из из этих свойств неформально атом это это сказать как атом в булевой алгебре это такой минимальный ненулевой элемент а более строго элемент у нас называется атомом если если для любого другого элемента б если у нас есть такая ситуация то что а у нас больше или равен б то из этого следует что либо б у нас это это ноль нашей в нашей булевой алгебре либо а просто равен б и мы сразу введем такое обозначение как от от б это множество всех атомов булевой алгебры b и атомы конечно и булевой алгебре обладают следующими свойствами у которые на самом деле очень очень легко доказывается что если у нас есть в атом и и при этом наш атом меньше или равен чем какая-то конечная дизюнкция то в этой дизюнкции можно найти такой элемент что у нас будет меньше и равен чем этот а и ты а если у нас бы не нулевой то найдется такой атом который будет его не не мажорировать а как антоним к слову мажорирует минорировать спасибо и и всякий элемент у нас булевой алгебре можно выразить как точную верхнюю грань следующего подмножества это множество всех атомов которые минорируют данный элемент ну да как раз по по этому определению точечки да вот как я уже говорил мы сначала поговорим о том как мы представляем конечные булево алгебра но опять же это будет все на уровне такого пруфскетча но если это расписать подробнее то это тоже не так уж и трудно делается с каждым элементом нашей конечной булевой алгебры мы соотносим такой элемент такое множество уа это как раз множество таких атомов которые минорируют элемент а при этом ясно что у от нашего дна это пустое множество у нас нет ну хорошо хорошо а а у от единицы это множество просто всех атомов также нетрудно устанавливается следующее соотношение что у от отрицания а это дополнение уа и и данное множество коммутирует с верхними с точными нижними и точными верхними гранями следующим образом у от а и б у нас будет равно пересечению у а и у б и аналогично с точными верхними гранями у от дизъюнкция а и б это будет объединение у а и у б и тут можно сформулировать теорему то что всякая конечная булева алгебра изоморф на алгебре подможеств своих атомов и здесь достаточно проверить что отображение этого вида б из подмножеств от б такое что каждая а отображается в у от а является изоморфизмом конечных булевых алгебр то есть это на самом деле довольно просто вот проблема в том что у нас произвольная булева алгебра не обязан не обязаны быть атомной пример такой самый простой наверное первый который приходит на ум если мы возьмем множество формул в пропозициональном языке который состоит из из конъюнкции дизъюнкции отрицания импликации например и профакторизуемых по модулю доказуемой их эквивалентности в классической логике высказываний то это будет как раз счетная безатомная булева алгебра то есть да конечно да 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 ну вот то есть можно говорить про счетно свободно и счетно порожденных булево алгебры либо про алгебры линденбаума потому что ну это еще тарский довольно давно доказал что всякая счетная безатомная булево алгебра они все друг другу изоморфны поэтому тут с точностью до изоморфизма мы с данияром про одну и ту же булево алгебру сказали и и что нам делать у нас нет атомов но тут из этой ситуации есть выход можно так сказать обобщить описанную идею описанную конструкцию из представления конечных булевых алгебр используя следующую схему от множества мы переходим к пространством но не к произвольным пространством пространством специального вида который пространство мистона называются или иногда булевыми пространствами атомы мы эмулируем ультрафильтрами да да но я еще поговорю про ультрафильтры и про максимальные фильтры и о том как они в булевых алгебрах соотносится а множество атомов меньших чем данный элемент а это просто будет множество ультрафильтров которые этот элемент содержит мы будем действовать по такой схеме чтобы мы умели представлять и произвольных булево алгебры которые как я сказал не обязаны должны быть атомами вот и тут первое определение это пространство стоуна вот я надеюсь что я смогу расшифровать это определение потому что она сходу наверно страшновато выглядит пространство стоуна это компактное холстдорфовое вполне не связанное топологическое пространство что мне из этого надо напомнить или расшифровать или пояснить наверное сразу так сделаю что мне тут надо из определения буду ориентироваться на публику ну как понятно ну как понятно и а ну 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 сегодня да да то есть пространством стоуна мы называем пространство которое во-первых если у нас есть два неравных элемента то мы можем отделить их друг от друга открытыми множествами где первое открытое множество содержит первый элемент а второе открытое множество содержит второй элемент компактность говорит то что если мы можем взять какой-то набор да ну вот как раз я хотел определить открытое покрытие если мы можем взять открытое покрытие и в каждом таком открытом покрытии будет конечное подпокрытие то это называется компактностью а вполне несвязанность у нас говорит что то что вообще есть в топологии такая вещь как связанная сейчас не связан не связан множество называется связанными если его нельзя разбить на объединение двух двух открытых множеств ну соответственно оно не связанное если не тривиальных да а вполне несвязанное это такое пространство в котором все связанные множество как раз тривиальное а тривиальное это будут пустое пустые и одноэлементное вот как то так почему нам это нужно во первых база топологии в пространстве стоун это открыто замкнутое множество то есть у нас есть дополнение и мы хотим чтобы мы представляли и а если у нас база топологии это открыто замкнутое множество то наша база будет замкнуто относительно относительно дополнения это то что на самом деле нам и нужно для булевых алгебр ну и это как раз то о чем говорит следующая так сказать лемма о том что базовая его топология является булевой алгеброй вот мы поговорили о том с какими пространствами мы работаем а теперь мы уже более предметно поговорим о том как мы атомы будем эмулировать вообще фильтры в булевой алгебре определяются аналогично фильтром в ограниченных решетках но у нас еще есть такая вещь как ультрафильтры ультрафильтр в булевой алгебре это фильтр который удовлетворяет следующему условию если у нас ну по каждому элементу а и б либо он либо его дополнение этому фильту принадлежит вот если у вас была был курс у вас же был курс логики какой-то вот это к студентам вопрос а вы первого курса да ну вот могу так сказать вам спойлер такой большой ну небольшой сообщить что в логике наверно наиболее близкий аналог ультрафильтром это полная полная теория ну или как еще говорят максимальное непротиворечивое множество вот вот там там да это 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 скорее так на будущее то есть это такое ну что я просто еще пытаюсь понять что тут можно именно про это да но это будет как раз в следующем на следующем то есть ну да 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 вот и дальше у нас есть еще одна лемма которая доказывать не буду но скажу что ультрафильтр в булевой алгебре у нас для них следующее условие эквивалентное первое то что это ультрафильтр в соответствии с тем определением которое было на предыдущем слайде что каждый любого элемента верно что либо он принадлежит либо его отрицание во вторых он максимален то есть его некуда расширять и он является простым фильтром я напомню что фильтр называется простым если ему в том случае если ему принадлежит точно верхняя грань двух элементов то ему принадлежит один из операндов этой дизюнкции и не трудно показывается что эти условия на собственный фильтр эквивалентны вот теперь дальше с использованием широко известной леммы сорна которая аксиоме выбора эквивалентно можно следующую теорему доказать теорема об ультрафильтрах одна из ее формулировок про теорему лему цорна наверное тоже ну вот если если кто забыл что нам говорит лемма цорна пусть у нас есть частично упорядоченное множество и каждая цепь в этом частично упорядоченное множество имеет наибольший элемент и если это условие выполнено а верхний да пардон имеет верхнюю границу если каждая цепь в этом частичном порядке этому условию удовлетворяет то и само множество это верхнюю границу будет иметь то есть лему цорна можно в предположении аксиомы выбора доказать но на самом деле это эквивалентно друг другу вещи ну то есть аналогичное утверждение тут Даниар много проводил аналогии с алгеброй аналогичное утверждение есть и про идеалы кольца что всякий всякий идеал содержится в максимальном и забегая вперед опять же когда у вас будет логика наверняка у вас есть то вы будете там теорему Гёделя полноте доказывать там тоже будет лемма Линденбаума что всякая теория можно всякую теорию можно пополнить до полной теории вот это как раз вот это лему Линденбаума можно рассматривать как такую разновидность теоремы об ультрафильтрах вот это теорема дает довольно полезные следствия что всякий элемент булевой алгебры будет принадлежать некоторому ультрафильтру но тут на самом деле очень простое рассуждение если у нас есть элемент какой-то то можно взять такое множество то есть это такие B из B что что это будет множество с каждым элементом можно связать множество элементов которые его мажорируют такие фильтры будут называться главными и это тоже не трудно проверять что такие множества тоже будут фильтрами их тоже можно по этой теме пополнить и получить ультрафильтр который будет этот элемент содержать и для любых двух неравных элементов булевой алгебры существует ультрафильтр который первый элемент содержит но не содержит а второй это означает что неравные элементы можно друг от друга отделить ультрафильтрами я уже говорил про до один из них но не да я сказал штуку слабее и теперь мы действуем примерно по той же схеме что и в случае с конечными булевыми алгебрами у нас есть булевая алгебра и множество всех его ультрафильтров и мы будем вводить такое множество это множество всех ультрафильтров которые данный элемент содержит и тут у нас есть лемма из шести пунктов опять же данное множество коммутирует со всеми операциями и дальше последний пункт это то что почему мне здесь а где ты так написал с с от б да то есть которая с как раз состоит из всех этих множеств и множество всех ультрафильтров будет образовывать пространство стоуна то есть это надо четыре пункта надо проверять то что это будет топологическое пространство потом проверить компактность вполне связанность их и уздорфовость но я не буду этого делать можем просто здесь поверить что множество всех ультрафильтров бульвар алгебры образует пространство стоуна да да у а то это база тогда любой тогда любое множество можно представить как выразить как объединение элементов этой базы то есть вот набор этих множеств будет у нас образовывать базу топологии уже полученное пространство будет пространством стоуна максимальный спектр вот и тут у нас имеется собственно теорема стоуна который говорит что если у нас есть бульва алгебра то она будет изоморф на алгебре как раз своих открыто замкнутых множеств у нас уже база уже и состоит из открыто замкнутых множеств и как это доказывать мы просто введем отображение которое каждый элемент переводит множество ультрафильтров которые его содержат и почему мы проверяем что это отображение будет изоморфизмом булевых алгебр но вот тут у нас есть и обратное соотношение как я уже говорил нас мы хотим эквивалентность построить мы как раз дуальную и мы как раз этому определению исследуем то что если у нас есть пространство стоуна то она гомеоморф на пространство ультрафильтров алгебры своих открыто замкнутых множеств и тут я скорее прав скетч там полностью я это опять же проверять не буду а какой а это следующий но дуальность то он у нас говорит то что категория всех булевых алгебр их гоморфизмов и категория пространство у на их отображение непрерывных они у нас дуально эквивалентная и мы тут строим два функтора опять же в соответствии с этим определением первый функтор это c его назвал из стоуна в булево алгебра который каждое пространство стоуна отображает в алгебру своих клопанов я чтобы так сказать говорить покороче открыто замкнуты это то же самое что клаус open а кратко это клопен поэтому я буду говорить клопан калькируя с английского но вот потому что в дальнейшем будет сложнее проговаривать когда мы до алгебр гейтинг дойдем вот как мы уже говорили в одном из в одной из лем который мы формулировали действительно если мы возьмем пространство стоуна и алгебру всех его открыто замкнутых множеств то там алгебра будет булевой а если у нас есть непрерывное отображение то мы его ну просто переведем в функцию прообраза который как раз будет гоморфизмом булевых алгебр иными словами как я уже написал кратко отображение непрерывное пространство стоуна будет отображаться функция прообразом ничего сложного а теперь мы рассмотрим обратное в обратную сторону дальше мы строим функтор из булевых алгебр и заметим кстати я забыл то что функтор у нас контравариантный у нас была стрелка из s1 в s2 направление поменялось ну вот если не менять направление то гоморфизма булевых алгебр тоже вообще говоря быть не должно теперь строим функтор в другую сторону из булевых алгебр в пространство стоуна в котором каждая булева алгебра отображается в пространство своих ультрафильтров то есть это вполне валидные слова потому что мы уже говорили что множество всех этих вот образует базу топологии а полученное пространство будет пространством стоуна поэтому здесь у нас все хорошо если у нас есть гоморфизм булевых алгебр то у нас есть функтор который будет менять направление опять же здесь у нас было b1 b2 а тут у нас b2 b1 и и так сказать и полученное и полученное отображение между пространствами ультрафильтров будет непрерывно и и здесь у нас у от этого аж выглядит выглядит следующим образом конечно надо было у эти пометить что каждая у нас это поражается множество таких элементов образ которых принадлежит множеству и на самом деле не так уж и трудно проверяется что все работает но до этого у нас была теорема да сейчас мы просто два контравариантных функтора построили но или строго говоря предфункторы потому что мы мы не сказали что там с композиции и с тождественными стрелками но там все хорошо с композицией тождественными стрелками но нам еще нужны эти два изоморфизма изоморфизм но здесь булевой алгебры алгебры пространство его ультрафильтров и пространство стоуна которые гомеоморф на сейчас и и в общем изоморфизм для пространства стоуна но до этого мы две теоремы формулировали которые как раз нам два искомых изоморфизма дают поэтому у нас действительно получается эквивалентность одной монет нам вот теперь что у нас дальше ну как я уже сказал мы охарактеризовали дуальное пространство для классической логики но это как раз следствие которое чаще всего и формулируют непосредственно как теорему стоуна то что всякую алгебру можно представить как алгебру подножество то что было сформулировано до этого это более точная формулировка того что принято называть теоремой стоуна да то есть да когда мы говорим о представлении мы просто представляем алгебры каким-то видом а когда мы работаем с двойственностью то мы также обладаем способом не только алгебры соотносить но и отображение между ними поэтому двойственность это чуть более как бы это сказать что более детальная штука потому что мы хотим не только алгебры представлять но и понимать как у нас во что у нас будут переходить комморфизма но как я уже говорил булево алгебры от алгебры классической логики и мы для них придумали какую-то по логическую характеризацию замечательно но классическая логика это не единственная логика которая существует в природе и мы хотим в качестве примера что-то похожее иметь для интуиционистской логики а вот алгебрами интуиционистской логики являются алгебры гейтинга но вот перед тем как переходить к алгебрам гейтинга мне кажется будет хорошей идеей про сам интуиционизм поговорить вот очень кратко введение в истории и идеи сказать сколько у меня времени для очень краткого а 20 минут это маловато но все равно я постараюсь ускориться до интуиционизм он возник около ста лет назад когда был кризис основания математики и брауэр критиковал классические рассуждения ему не нравилось по разным причинам применение закона исключенного третьего при том что свою теорему о неподвижной точке с помощью этого закона и доказал сам был брауэр не был логиком строго говоря он не занимался формализации и насколько я знаю считал что вообще это все от лукавого формализовал интуиционистки такие приемлемые способы рассуждения аренд кейтинг голландский логик в тридцатые годы в тридцатые те же тридцатые годы но уже в конце тридцатых тарский предложил топологическую интерпретацию интуиционистской логики и по-моему это исторически первая семантика для интуиционистской логики насколько раньше ничего раньше по моему не было раньше я думал он после войны будет зрели а у меня как раз получается хронологическая ошибка в слайдах там до калмак калмагоров да да калмагоров как раз предлагал понимать интуиционистские формулы не как утверждение которые мы хотим оценивать с точки зрения истинной лжи а с точки зрения задач которые мы хотим решать вот позднее но вот реализуемость по клине здесь видимо лишняя потому что я думал она позже возникла позднее сформировались и более точные способы интерпретации интуиционистской логики здесь три способа назвал второй из которых хронологически не подходит ладно это семантика крипке реализуемость по клине в которой мы пытаемся как раз более точно понимать задачи как грубо говоря как номера программ и соответствие карри говарда которая сейчас до сих пор популярна в котором мы интуиционистскую логику с лямбдо исчислением соотносим специального вида что популярный по сей день в контексте таких вещей как функциональное программирование и верификации алгоритмов вот на это такая очень краткая история вот если кому-то это интересно в этом разбираться подробнее то во первых есть учебник плеско и хоханяна во вторых есть хорошая книга майкла дамита можете имя запомнить который называется элементы интуиционизма на технически очень хорошая но и там очень много таких историка не знаю философских справок о том что такое интуиционизм что у нас алгебра что у нас называется алгебра геттинга алгебры геттинга опять же вспоминаем что такое интуиционистская дистрибутивная ограниченная решетка но алгебра геттинга это ограниченная дистрибутивная решетка с дополнительной операцией который обозначил здесь как толстая стрелка которая обладает следующим условием она согласована с порядком и нижней грани следующим образом что если у нас есть имеет место тот факт что а и b меньше и равен чем c то а будет меньше или равен чем импликация из bfc вообще строго говорят эту операцию называют псевдодополнением b до c это тоже как-то громоздко я буду просто говорить импликация вот гоморфизм алгебра геттинга а у нас уже решетка ограничена с обеих сторон а гоморфизм алгебр геттинга это гоморфизм ограниченных решеток согласованные с импликацией вот примеры булевых алгебр всякая булева алгебра будет геттинга вы если в качестве импликации положить точную верхнюю грань дополнение а сб но это как раз согласовано с тем как понимается импликация в классической логике то есть у нас импликация истина если либо посылка ложна либо верно заключение как раз об этом речь а если у нас есть топологическое пространство то алгебра его открытых множеств будет алгебра геттинга если импликацию выразить в качестве внутренности дополнения не а объединенного с b дальше эту забыл бы писать фразу если у нас есть частично упорядоченное множество то множество его замкнутых вверх под множеств тоже будет геттинговой алгеброй о том как выразить импликацию это пусть будет упражнением для слушателей этот пример можно конкретизировать если взять модель крипке для но интуиционистской модель крипке и взять значение формул всех то как раз полученные множество будут замкнутыми вверх под множествами соответственно тоже будут образовывать алгебру геттинга до этого мы говорили еще про алгебру линденбаума в классической логике а теперь мы возьмем ту же ту же конструкцию только профакторизуем формулы по модулю их доказуемой эквивалентности в интуиционистской логике то полученная алгебра уже будет алгебры гейтинга да да теперь мы уже поговорили о пространствах стоуна теперь мы хотим охарактеризовать те пространства которые нам нужны для того чтобы в стоуновской манере представлять алгебры гейтинга в абстракте я говорил то что пространство исаки это разновидность пространство присты ли и вообще я думал между пространство местоуна и гейтингом сделать рассказать про дуальность пристыль но это было бы по моему слишком пространство пристыль это компактное частично порядочное множество в котором только второй кунтом полняется a пространство исаки это соответственно пространство пристыль в котором есть еще первый пункт и тут у нас есть некоторая сложность которая я сейчас скажу, но сначала мы поговорим о том, какие отображения пространства Исааки если у нас есть открыто замкнутое множество если у нас а и b не находятся в отношении, то у нас есть открыто замкнутое множество в котором будет принадлежать первый элемент и не принадлежать второй а первое условие говорит то, что если у нас есть открыто замкнутое множество, то его замыкание вниз в смысле порядка тоже будет открыто замкнуто и опять же пространство Исааки как и пространство Присли можно рассматривать как разновидность пространств Стоуна потому что хаусдорфовость и нульмерность вполне не связанность получается довольно легко из этой штуки дальше у нас есть отображение пространств Исааки кстати, как раз я вспомнил книжку которую я еще хотел порекомендовать это собственно сама книга Лео Исааки изданная на английском языке в этом году которая называется Алгебра Гейтинга это ее издал Шпрингер издательство под редакцией Гурама Бежнишвили и Уэсли Холиде мы определили сами пространства теперь поговорим о том как их отображать данное отображение называется п-морфизмом непрерывным потому что это отображение является непрерывным и оно является п-морфизмом третье условие как раз говорит о том что пространство отображение непрерывно в привычном так сказать топологическом смысле а первые два условия у нас говорит во-первых что у нас F монотонно оно согласовано с порядком а второе условие нам говорит тут можно тоже рисуночек нарисовать да я напомню что п-морфизмы мы изучали когда речь на модели логики да были п-морфизмы шкалы крепкие а здесь если мы не зафереди у нас есть две шкалы крепкие но еще на каждой щепотопологии да да ну вот у нас есть F от A ой он находится в отношении с C так у нас A отобразился в F A тогда у нас тогда вот эту историю мы можем до такого квадратика достроить вот если мы A отобразили в F A и F A видит C то у нас вот найдется такой B который находится в первом пространстве в отношении с B и при этом образ этого B как раз будет C дальше если у нас есть пространство Исакия и у нас call up это множество всех открыто замкнутых замкнутых вверх клопанов я не хочу говорить открыто замкнутых замкнутых вверх подмножеств звучит не очень по-моему тогда множество замкнутых вверх клопанов точнее замкнутых да замкнутых вверх клопанов будет образовывать алгебру гейтинга здесь я просто сказал как мы выражаем операции ну вот а по-хорошему это доказательством не является доказательством будет еще проверка того факта что все алгебры гейтинга у нас выполнены в частности надо проверить то как порядок согласован с точно нижней гранью и импликацией а порядок здесь по включению понятное дело дальше мы посмотрим здесь у нас уже вместо ультрафильтров это простые фильтры потому что у нас в отличие от булевых алгебр отрицания ну или дополнения в известном смысле нет поэтому мы берем простые фильтры а не ультрафильтры у нас есть множество всех простых фильтров и у нас есть такое отображение это который каждый элемент отображает в простой фильтр который содержит этот элемент и тут у нас есть несколько фактов первый факт то что множество вот этих разностей будет образовывать базу топологии на множестве всех простых фильтров открыто замкнутые замкнутые вверх множество будет как раз иметь вид фи от а извиняюсь я изменил нотацию вот это должно быть это здесь должно быть это извиняюсь имея вот эту базу то у нас получается топологическое пространство которое у нас как раз будет пространством и сакия он тоже по включению дальше у нас есть теорема представления алгебры гейтинга то что вот отображение с предыдущего слайда будет изоморфизмом то есть каждую алгебру гейтинга можно представить как алгебру замкнутых верх клопанов на множество его простых фильтров второй пункт теоремы что если у нас есть пространство и сакия то порядково гомеоморфно то есть у нас есть изоморфизм порядков и гомеоморфизм смысле топологии то всякое такое пространство будет гомеоморфно пространство следующего вида мы берем сначала все замкнутые вверх клопаны потом вводим на них множество простых фильтров и у нас будет иметь место такой гомеоморфизм вот первый пункт доказывается непосредственной проверкой а второй пунктом как раз мы устанавливаем отображением мы каждую точку пространства отображаем в в множество таких замкнутых вверх клопанов которые эту точку содержат ну и дальше мы устанавливаем тот факт что если у нас есть гоморфизм алгебра гейтинга то отображение соответствующих простых фильтров будет непрерывным поморфизмом и и в обратную сторону тоже если у нас есть непрерывный поморфизм пространство сакия то гоморфизм алгебра гейтинга будет отображение из замкнутых вверх клопанов в x2 из замкнутых вверх клопанов x2 в замкнутый верх клопаны в x1 опять же у нас появляются два контравариантных функтора да ну вот это как раз как раз пункт мы уже проговорили и в конце концов мы получаем дуальность исакия что категория алгебра гейтинга их гоморфизмов опять же дуально эквивалентной категории пространство исакия их поморфизмов но по существу мы уже все доказали надо только заметить что у нас появляются два функтора pf как prime felt из из гейтинговых алгебр пространство исакия у нас каждый каждая алгебра гейтинга с отображается множество простых фильтров ваш порядок у нас по включению и мы уже заметили что это пространство исакия и в другую сторону это из сиель об он каждое пространство исаки отображает гейтингову алгебру замкнутых вверх клопанов а предыдущая а предыдущая лемма как раз говорит то что эти оба функтора контр-вариантные то что мы с каждым гоморфизмом можем контр-вариантно связать непрерывный п-морфизм и с каждым непрерывным п-морфизмом можно контр-вариантным образом связать гоморфизм алгебр гейтинга и на этом на этой ноте как раз мой доклад заканчивается я вписался в лимит вот я старался спасибо я просто не знаю насколько это удачный термин old homeomorphic вот порядково гомеоморфно да да вот то есть да да вот ну это одно и то же если мы за одно и то же принимаем дуальную эквивалентность на то одно и то же вот тогда спасибо